здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике меня зовут андрей андреевич дуйко сегодняшний вебинар называется тайны человеческой жизни вебинар стрим по эзотерике с андреем дуйко сразу же хочу сказать вам что прямо сегодня начинается вот эта акция которая называется от 70 процентов скидки на все семинары и все инфопродукты моей эзотерической школы кайлас обязательно начинайте обучаться у меня в эзотерической школе кайлас сейчас самое удобное время для того чтобы изменить свою судьбу и так сегодняшняя наша наверно трансляция она должна быть для нас интересны и поэтому постараемся оставить вопросы и чтение ваших вопросов на потом я всегда удивляюсь людям и думаю почему вы умудряетесь задавать мне вопросы вы не боитесь потом передо мной быть должниками ведь я же заберу что-нибудь у вас отвечу на ваш вопрос вы подумаете что бесплатно а я что-нибудь заберу странно если не знали о бесплатном сыре ну ладно итак первая тема наверное какие вообще есть методы которые могут помочь человеку что такое эзотерика эзотерика это определенная система используя которую человек может быть может быть очень счастливым человеком и здесь обычно вопрос такой андрей андреевич но это же не работает но а мечты сбываются ну и очень часто мечты сбываются а как так правильно фантазировать чтобы мечты сбывались ведь у них у одних людей мечты сбываются сто процентов у других сбываются там 20 процентов у третьих еще как-то здесь очень много есть нюансов таких и эзотерики это те кто рассматривает наверное процесс почему мечты сбываются почему у человека успех и человек успешный во всех делах почему у одного человека тяжело дела идут у другого человека наоборот с легкостью почему одни люди богатые другие бедные многие люди могут сказать да это все потому что он много работал я знаю людей и могу сказать что мои одноклассники с которыми я в школе в свое время учился не имели столько же возможностей сколько их было у меня но я состоялся как бизнесмен и состоялся наверно как муж и как счастливые семьянины наверно как мужчина потому что живу с женщиной которая обожаю и вот в этом всем у них чуть-чуть отличается от всего того что есть у меня конечно у них своя жизнь здесь говорится об удовлетворении своими достижениями большинстве своем я удовлетворен теми достижениями которые мне удалось достигнуть допустим а я знаю что у многих не получилось ничего кто-то до сих пор не имеет квартиру у кого-то третья семья или пятая семья у кого-то любовь и жизнь не по любви кто-то очень поправился у кого-то уже проблемы со здоровьем и так далее но шансы у всех были одинаковыми и что я хочу этим сказать занимайтесь эзотерикой обучайтесь моей эзотерике у меня так как я считаю себя успешным человеком я считаю что те люди которые будут обучаться у меня будут прежде всего обучаться успеху что такое визуальные образы вот смотрите если визуальные образы человека способны каким-то образом повлиять на его судьбу или повлиять на будущие события то это говорит о том что определенные визуальные образы или определенное представление она в эзотерике называется ментальная способна каким-то образом влиять на жизнь человека это все рассматривается через такую призму которая помогает человеку получить инструменты при помощи которых он может представлять так или представлять это и при этом что-либо произносить какую-нибудь абракадабру и это будет его жизни происходить допустим самый простой метод сделай так чтобы в вашей жизни произошло чтобы в вашей жизни сбылось какой-нибудь ваши пожелания сегодня я вас научу как сделать так чтобы ваши пожелания в вашей жизни или ваши мечты сбывались но сразу же хочу сказать так бывает что человек который желает что-либо мега крупная допустим человек говорит я хочу быть там премьер-министром страны или я хочу стать там еще чем-то вот такие пожелания они трудно осуществим и для того мира в котором мы проживаем за один год тем более и если человек берет задачу которая настолько трудно осуществима и во много раз превосходит стоимость его жизни то у такого человека могут отнять жизнь именно поэтому я часто говорю не нужно желать там управлять миром или чтобы был во всем мире мир или чтобы там закончилась там что-то вот такие задачи они человеку или одному человеку с его энергетикой не подсильны и очень часто именно такие задачи которые человек может поставить является для него опасностью он может заболеть и даже умереть от того что он ставит вот такие задачи какие же нужно ставить задачи я могу вам сказать допустим хорошей задачей может быть там у вас нет своего имущества в виде жилья вот может быть хорошей задачей там решить проблемы с жильем каким образом сказать пусть скоро у меня появится моя индивидуальная собственная квартира и в этот момент ваш мозг будет говорить нет как это она у тебя появится что за ерунда этого никогда не произойдет ничего не слушайте это все полная ерунда или задачей может быть скоро я выйду замуж допустим для женщины или скоро у меня появится любимая семья или любимый мужчина там или еще что-либо это тоже может быть задачи или человек зарабатывает 200 долларов он может поставить себе задачу чтобы зарабатывать так 200 долларов в месяц можно поставить задачу зарабатывать 200 долларов в день ну и как изготовить саму программу возьмите обычный белый листочек бумаги представьте будто то что вы хотите она можно не представлять на самом деле представьте или ощутите что произойдет в тот момент вот не так не нужно ничего представлять почувствуйте что произойдет в тот момент когда вы добьетесь этого успеха то есть вот вы зашли в эту квартиру у вас радость допустим ваше собственное ли ваше жилье и у вас радость попробуйте ощутить эмоцию которая возникла в этот момент или там вот вы узнали что теперь вы будете зарабатывать 200 долларов в день и у вас появилась эмоция ура вот когда у вас эта эмоция появилась придумайте любую абракадабру которая может выглядеть приблизительно так мучукурупум чурукукукум и запишите эти слова рядом с элементом который связан с вашим желанием то есть пишите на листочке три желания первое выйти замуж второе свое собственное имущество третье там увеличить доход сто раз после этого почувствовали тот элемент как который возникнет у вас в виде чувств тот момент когда у вас появится свое жилье и произносите там что-нибудь пишите кутурукукум мучуру пучу дальше когда вы выйдете замуж и вот вы свадебном платье вас кто-то там обнимает и новое слово там 3 митими тими рама кама чама и точно так же с третьим своим желанием не больше трех после этого желательно чтобы было какое-нибудь не длинное слово и не два-три слова не кримичи мечими а допустим там слово криме а второе это слово пруни а третье слово крыжа жужа и после этого возьмите и эти три слова или четыре слова которые получаются или пять напишите их себе на листочке запомните за учите и каждый день с этого момента берете вот такие четки и каждый день читаете все эти три слова можно забыть о том какие желания вы загадали можно обо всем забыть но слова эти помните читайте один год эти слова течение одного года с гарантией ну приблизительно 60-70 процентов все ваши желания которые вы загадали в большинстве своем исполнится но желательно одно желание если одно желание так запускать то это легче работы второе как сделать так одни люди им настолько сложно в жизни реализоваться и одни люди делают шаг вперед 5 назад и есть даже понятие такой среди людей говорят люди вот и у иудеев есть я знаю вот среди некоторых национальности вот у армян есть такое высказывание среди очень религиозных людей есть такие высказывания которые буквально звучат так ничего не получается потому что бог тебя не любит знаете этот анекдот когда облака разошлись и бог вышел и говорит ну не люблю я тебя может не люблю есть некая такая настройка который о которой я сегодня вам расскажу выполняя которую можно настроить себя на состояние при котором бог человека начинает любить а что такое когда бог вас любит это везет во всем то есть вы ходите на улицу такси ваши везение в том что там к вам лучше относятся дети вас любят здоровье улучшается ногу не ломаете там всегда есть на стоянке у вас там место легче жить каким образом это как выполняется такой метод и как его использовать вот если утром представлять то на протяжении одного дня если утром представлять везение и успех если представлять на протяжении года а потом не представлять то еще год действует если представлять два года то потом четыре года действует если представлять это пять лет то потом 10-15 лет это действует Что необходимо представлять? Я сейчас вам расскажу. Выполняется такая эзотерическая практика с настройкой на вот этот успех, с легкостью и выполняется она за 4-5 секунд. Что необходимо представить? Необходимо представить, будто тот мир, в котором вы живете, это большой костер. Представляете, будто этот мир, в котором вы живете большой костер и вы в его лучах этого костра должны почувствовать тепло. Прямо сидите, представляете, будто перед вами большой костер в темноте или с открытыми глазами и представляете, будто вы греетесь возле этого костра и вам тепло. Тепло, хорошо, приятно. Если выполнять такую практику, то на протяжении дня будет вести в жизни. Как хотите это, воспринимайте. Так человек привлекает в свою жизнь успех, а греться в лучах солнца обозначает получать этот успех в своей жизни. Вот. Дальше. Второе. Одна из ошибок человека в том мире, в котором он проживает, заключается в том, что человек не знает ключевых истин, моих эзотерических. Одна из ключевых истин заключается в том, что человек вдруг в какой-то момент начинает думать, что он никому не нужен. Это называю я словом надобность. И в случае, если человек начинает говорить, там, женщина живет, она начинает говорить, детям я не нужна, мужу я не нужна, себе я не нужна, вообще никому я не нужна, никому неинтересна, я не нужна никому. Вот в случае, если вы это произносите, то знайте, у вас таким образом, когда вы говорите я не нужна или я не нужен, просто так ляпнули или просто сказали, это является элементом проклятия. Вот это слово я не нужна или я не нужен является мощнейшим камнем преткновения, который закрывает в дальнейшем денежные потоки. И просто так ляпнули, там, перед женой, я не нужен, наверное, больше в этой семье. Но зачем это говорить, это уже другое дело. И здесь понятно, что это является признаками манипуляции, там, и, возможно, с требованиями какими-то. Но как с этим справиться вопрос? Необходимо себе произносить каждый день. Утром просыпаетесь и говорите, я нужен всем на земле. А еще, подумайте над такой темой, она звучит так. А зачем вы должны быть кому-то нужны? Зачем вы вообще нужны кому-то? Вот часто человек живет с позиции эгоизма. То есть он говорит, мне должны вот эти, мне должны вот эти, мне должны вот эти. А зачем ты им нужен? Вот женщина мне сегодня написала, там, Андрей Андреевич, подскажите, я пишу, вы ученица школы нет? Я вам нужен, а вы мне зачем? Вот просто подумайте вот это, вот эти, вот подумайте над этим. Вот это элемент ощущения надобности. Человек говорит, там, я не хочу много зарабатывать. А ты кому-то нужен? Я хочу, чтобы ко мне деньги текли. А ты кому-то нужен? И вот в этот момент нужно понимать, что одна из задач, ключевых моментов жизни заключается в том, что человек, который хочет денег, он должен быть прежде всего нужен большому количеству людей. Но начинать необходимо с родных. Нужен детям. Почему? Потому что для них что-то делаешь, там, убираешь, помогаешь, растишь и так далее. То есть ты увеличиваешь у себя элемент, который называется надобность в тебе других людей. То есть когда человек думает, он думает, так, вот почему у Дуйко получается хорошо? Потому что у меня тысячи, десятки тысяч учеников, и я им необходим. То есть у меня есть возможность быть нужным для этих людей. Естественно, это является одним из элементов увеличения, в том числе и прихода в жизнь мою, потока денег. И надобность эту необходимо расширять. Каким образом? Делайте что-то для людей, советуйте, старайтесь, старайтесь прежде всего начинать с самых близких. Будьте нужны вашим близким. Будьте нужны. Каким образом можно быть нужным? Это поддержка близких. Вот помогаешь там дочери, помогаешь сыну, помогаешь. Чем помогаешь? Не только деньгами. А помогаешь в том, что советуешь что-то, разговариваешь с этим человеком, как у иудеев в шаббат. То есть это время, когда все могут отложить телефон, прийти, сесть и сказать, что у людей происходило за неделю. И потом они нуждаются друг в друге. То есть они приходят, они нуждаются друг в друге. То есть они нуждаются в том, чтобы была надобность в них друг у друга. И вот эта надобность, она больше связана с тем, что можно с кем-то поговорить. Можно в ком-то виде человека, с кем можно общаться. Можно к кому-то тянуться. Эта надобность, она важна. Не напрасно люди часто заводят друзей. Зачем? Чтобы увеличить свою надобность. Они начинают выступать в интернете. Зачем? Чтобы увеличить свою надобность. Такая вот надобность, как ни странно звучит, является элементом, который в дальнейшем может принести материальное благополучие в семье. Что еще закрывает нам потоки, наверное, успеха, материального благополучия, денег? Я уже говорил, могу повториться, это называется элементом, ну и просто это все звучит, называется элементом, куда течет любовь, туда текут и деньги. Я часто говорю, на первой ступени говорю об этом, говорю уже с 2013 года. И люди часто думают, что куда течет любовь, туда текут и деньги. И человек говорит, да, меня все любят. Откуда вы знаете? Дело в том, что очень часто внешнее проявление человека к другому человеку не является тотальной концепцией. То есть человек может вам улыбаться, человек может к вам даже хорошо относиться, но он вас не любит. Очень часто люди не любят других людей. Очень часто не любят себя. А с чего это начинается? Вот смотрите, как и с чего это начинается. Человек утром просыпается, он себя не любит. То есть он начинает себя муштровать, в зеркале себе не нравится там и так далее. Но начинается еще раньше. Начинается с родовых проклятий. Когда человек говорит, я ненавижу свою мать, я ненавижу отца, они мне ничего не дали, эти уроды старые, буду им помогать или не буду помогать и так далее. Смотрите, это называется род. Там в этом роду все жили и все растили детей заради чего? Они растили заради проявления любви. То есть детки росли, это была проявленная любовь. То есть если взять мужчину и женщину, у них появились дети, то ребенок это проявленная любовь. И питаться энергией этой проявленной любви возможно, если человек в своем мировоззрении изменяет восприятие своих близких. Как открываются семейные или родовые потоки? Человек садится и произносит, я обожаю своего отца, обожаю своего деда, обожаю своего прадеда. Они были великолепные и хорошие люди, чтобы люди не говорили. Да, когда-то там что-то сказал или там поступок, ну с каждым бывает, помутнение разума. Каждый человек имеет право совершать ошибку. Все, не помню, этого со мной не было. То есть так же и с мамой. Сказала, не сказала, правильно, неправильно. Это одна из особенностей. Она заключается в том, что открывание родовых потоков дает человеку невероятную денежную энергию. Потому что там вас любили. Даже если вы этого не хотите, все равно любил либо бабушка, либо прабабушка, либо прапрабабушка, либо еще кто-то. А что нам нужно? Нам по роду нужно в свою сторону запустить вот эту любовь. Самая большая ошибка заключается в том, что те люди, которые практикуют эзотерику, они говорят, что да, существует род, слава вселенскому роду. И дальше они говорят, для того, чтобы род тебе помогал, пускай туда любовь. Нет, они должны вам отдать любовь. Они ее, если вам отдадут, то в вашу сторону потечет энергия денег. А вам что мешает? Первое мешает, не любовь к себе. Второе, не любовь к родным. Третье, воспоминания плохие. Вот это нужно все простить. Оно не имеет вообще никакого значения. И себе сказать, ой, мои папа, мамы были самые лучшие. Мой дедушка был самый хороший, даже я его не знал. Я не знал и не вижу своих родных, близких. Я там с детского дома и так далее. Ну, ничего страшного. Так уж получилось у них, я не знаю, в чем причина. Но они у меня 100% были невероятно хорошие, добрые, теплые. И прабабушки были хорошие. И прадедушки были хорошие. И все друг с другом обнимались и целовались. И обо мне мечтали. Ах, думали, как же я буду счастливо жить. Все, вы род свой запустили. Теперь у вас будет пруха. Вы убрали основной элемент, который называется камень. Вот это и есть открытие родовых каналов. Второе, что необходимо делать. Убрать кирпичи, которые лежат рядом с вами. Каким образом? Говорите себе слова. Кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. А мне все равно. Как бы я ни жила, это уже не имеет значения. Это все слова, которые начните чуть-чуть себя любить. Каким образом? Как ребеночка. Гладить иногда, конфетку съедать. Одеваться нарядно. Пусть это будет. Это открытие родового канала и убирание камня. Когда человек себя так замуштровывает, что не разрешает ничего делать. У многих именно вот этот камень номер два является еще одним элементом, который закрывает по отношению к человеку любовь. Смотрите. Вы можете сделать или можете раздать большому количеству бедных людей много денег. Эти люди будут говорить. Ой, какой хороший человек. Так же мне помог. Ой, как приятно. А у вас там, где находится центр, принимающий любовь, а это ваша душа или ваше сердце, сюда должна эта энергия от этих людей потечь. То есть энергия, которая считает, что вы хороший человек. Но эта энергия, она доходит до места, а здесь у вас стоит камень ненависти к себе. Я поздно встаю, я дисциплинированно, я там не такая, я там ругаю. Оно вам надо. Любите себя. Серьезно. Любите себя, пусть это будет у вас. Тогда будет помогли кому-нибудь и пришли деньги к вам. А так будете помогать, ничего не будете получать. Третье. Есть такой элемент. Не элемент, а есть такая вот еще одна тема. Люди старшие, это люди со временем, которые плохо слышат. У них давление повышается. Болят уже органы какие-нибудь. И очень часто люди взрослые, они начинают раздражать тех людей, которые рядом находятся. Но вы должны знать, чем старше человек становится, тем он ближе подходит к энергии своего рода. Вот смотрите, пока ваша мама была молодой, ее энергия рода так себе на нее действовала. Но когда она стала очень взрослой, то ее энергия рода увеличивается. И вот в этот момент нужно просто четко для себя понять. Обязательно невероятно хорошо относитесь к очень взрослым людям. Запомните, это табу такое. Измените воспоминания о своих родных в лучшую сторону. Второе. Если они с вами живут или если не живут с вами, то старайтесь этим людям помогать. Старайтесь с этими людьми общаться. Старайтесь терпеливее к этим людям относиться. Старайтесь. Но еще есть такой нюанс. Допустим, а мама там заболела, ведет себя непонятно как и так далее. Если вы это сделаете, то вы выкупаете своими вот этими поступками. Выкупаете целый род. То есть тем, что вы помогаете маме, тем, что она болеет, тем, что вам приходится это все делать. До этого род, возможно, был таким. Там было трое сестер или трое братьев. У них семьи уже есть, дети у детей и так далее. И все ругаются, шляются, бухают, орут, ненавидят, еще что-то. И как это очистить, неизвестно. Бабушка стала взрослой или папа, дедушка стал взрослым. И у него там развивается психическое заболевание, он ведет себя неадекватно и так далее. Если этому человеку безвозмездно помогать. И помогать так, чтобы видеть в нем еще и элемент уважения. Да, он ведет себя как животное. Нет, ничего страшного. Плачьте, помогайте, считайте, что это отрабатывание кармы. Но в тот момент, когда это все произойдет, не дай бог, этот человек закончит свое существование, то это и будет оплатой для всего рода. Если вы с благодарностью это сделаете, с внутренней благодарностью, не вычеркивая этого человека из элементов человечности. Думая о нем как о боге и думая о том, что это является частью вашей жизни и очищением вашей кармы, то после этого в таких семьях бросают пить, хорошо относятся друг к другу, внуки выздоравливают и так далее. Вот этих кармических болезней, они больше не возникают. Поэтому живет с вами свекруха, теща, считайте, что они там делают вам что-то и так далее. Всегда помните о том, что доброта внутренняя, есть савитур, это огонь солнца. Савитур это огонь вашей доброты. Почему человека начинают любить и почему к человеку течет любовь? Любовь никуда не течет, потому что вот здесь нет доброты. Если здесь нет доброты, то в сторону человека любовь не течет. И тогда человек переходит на сторону сил каких-либо темных и начинает требовать. Он требует, чтобы его любили за деньги. Он требует или всем навязывает, что его есть за что любить. За то, что он больной, за то, что он умный, за то, что он еще какой-то. А безвозмездной божественной любви и безвозмездных возможностей человек не получает. Ему приходится тотально работать, тотально вдираться, тотально конкурировать. Ему очень тяжело в этом. А может быть по-другому. А каким образом? Необходимо найти в себе возможность тотально чувствовать доброту. Найти в себе возможность найти в себе и усилить эту энергию максимально, чтобы быть добрым человеком. Добрый человек это тот, кто не использует. Добрый человек тот, который не матерится. Добрый человек тот, который по-доброму смотрит. Добрый человек это тот, кто улыбается. Добрый человек, кто хочет другого человека обнять. А лица у нас перекривленные, скисшие. Мордочки у нас некрасивенькие. Пахнет иногда от нас чудненько. А потом человек говорит, Андрей Андреевич, дайте какие-нибудь эзотерические техники. Так а вот они. Вот это и есть эзотерика. Знание вот этих законов и является основным знанием этого мира. Вот нечего вам делать. Вспомните о близких. В этот момент начните излучать доброту. Когда человек злой, он злой не... Когда человек злой, он может быть злым на что-то. То есть вот я злой на сотрудника. После этого я злой на сотрудника, но все, кто находится дома, видят во мне эту злость. То на сотрудника злой, выключай в себе это и больше не злись. Зло это накопление внутреннего сердечного зла является самым главным критическим элементом, который в дальнейшем делает человека первое, невезучим, второе, бедным, третье, никому не нужным. Это является еще источником появления болезней. И что такое проявление болезни? Это злость, которая перенакопилась, которая разлилась и которая ранила. Таким образом человек должен знать, что одна из особенностей духовного пути развивать в себе бесконечное состояние доброты. Чем добрее внутренне ты, чем эта доброта искреннее, тем больше любви божественной в твою сторону течет. А как можно быть добрым, хоть улыбайся, хоть не улыбайся, если здесь доброты нет, ничего не получается. Вообще развивайте в себе это медитативным способом, житейским способом. Находите возможность промолчать, когда хотите кого-то оскорбить. Не обратить внимания в случае, если требует вас прям, знаете, нахамить кому-то и так далее. Не надо вам это, не надо. Есть другой путь, это путь добродетели, о которой говорил Будда. На самом деле в палийском буддизме слово добродетель на русском языке переводится как доброта. Именно о ней в свое время Будда Гаутама и говорил. Он говорил, развивайте в себе доброту. А нам перевели просто как добродетель. А что такое добродетель, мы не можем понять. Мы думаем, что добродетель это хорошо по-доброму относиться. Нет, добродетель это и быть добрым. И быть добрым, потому что стань добрым. И вот когда мы приезжаем в эти страны, где есть палийский буддизм, допустим, это страны Таиланд, то часто видим людей добрых. Они в себе это культивируют персонально и специально. То есть они хотят, чтобы это было частью их внутренней жизни, частью их культуры. Если этот мир найдет в себе силы возродить внутреннее состояние доброты, то все абсолютно в этом мире изменится. Я знаю, я часто бываю в разных странах. В основном это посткапиталистические страны. То есть это Швейцария, это Франция, это Америка. Мне пришлось жить и в Германии, и в Америке. Я могу сказать, и я жил, и бывал в Индии, и бывал в Китае, и в Африке в некоторых странах был. Жизнь меня помотала. Я могу сказать, что есть одна особенность. И эта особенность, она заключается в том, что в капиталистических странах, особенно вот в Америке, я это видел, там очень добрые люди. Да, мне сейчас много людей не поверят. Очень добрые люди. Я говорю это серьезно. И помощь постоянная, то есть по-доброму относятся. А почему они добрые? Они добрые, потому что они не выживают. А может быть наоборот. Может быть потому и выживают, что злые. Может потому и выживают, что злые. А смотрите, подвиг любых людей. И почему люди стали святыми людьми. Там Пантелеймон Целитель, Николай Чудотворец, там какие-нибудь Феодосии, там и так далее. В чем была их особенность? А их особенность, святых людей, Иисус Христос. В чем особенность этих людей? Кем они были, тире? Они были добрыми людьми. Они были добрыми людьми. Помните слова, которые для христиан прямо были заточены? Куда это делось там? Будь добрым настолько, что даже если тебя оскорбляют, не делай в отместку ничего. Ругают, повернись другой щекой. Ударили по одной, повернись другой. Там он что сказал? Вырви глаз и запхни его там куда-то. Нет, он сказал не так. И это было проявление, максимальное проявление доброты человеческой. Максимальное, мега максимальное. Когда, ой, я всем дарю любовь козлам. Ну, что это такое? А дома устраивает холокост для близких, верующий человек. Так надо найти самое основное в этой вере. Что было самое основное в христианской вере? Ну, для меня самое основное в христианской вере, это было первое, найти в себе доброту и быть добрым человеком. Он 100 примеров проявления доброты. И второе, наверное, это проявление откровенного предательства, которое проявилось в виде того человека, который жил с Иисусом Христом, который везде ходил с Иисусом Христом и который предал его за серебряные монеты. Ну и, конечно, для меня христианство, это прежде всего, это эталон доброты человека, который был Богом, который пришел и спас людей от грехов. И то, что самое плохое, что может быть, это когда рядом с тобой находятся люди, которых ты максимально обожаешь. И эти люди предают. Хуже этого ничего не бывает. Именно поэтому я часто говорю, уважаемые друзья, если вы христиане, то никогда не предавайте тех людей, которые живут рядом с вами. Не предавайте своих детей, не предавайте своих жен, не предавайте своих матерей, не предавайте ни тещ, ни свекруг. Что значит предавать? Это просто иногда орать на этих людей. Если рядом с тобой человек живет, и он верный, он с тобой живет, он дышит, готовит, думает о тебе, ну тогда что вы их сношаете? Может надо быть теплее к этим людям? Быть такими теплыми, чтобы хотя бы визуально это создавайте, что вот ты мой солнышко, ты мой зайчик, ты моя хорошая, или там мой хороший, ты мой зайчик. Человек говорит, а он у меня там орет, а вы мордочку свою видели? Если вы с утра вот такие, то что, по вам же видно, что вы злитесь или беситесь или еще что-то. Улыбайтесь, обнимайтесь, погладьте кого-нибудь. Побольше доброты в семье. Не предавайте их, не предавайте, потому что семья это элемент, смотрите, у нас даже слова есть такие, есть слова добро. Добро это, у тебя много добра или мало? Много добра. Что такое добро? Добро это материальное благополучие, там одежда, вещи там и так далее. А от какого слова добро идет? От слова доброта. Да, поэтому чем больше доброты в вашей семье, тем больше добра эта семья будет в свою жизнь привлекать. А что делает этот мир? Да он давно знает, сделает из людей бешеных, озлобленных чудовищ, и никто никогда не будет, будет стада, стада озлобленных людей, которым никто ничего никогда давать не будет. Вот и все, конец. Боже, как все примитивно оказывается. Также, вот давайте представим, Бог существо, которое ни в чем не нуждается, тогда зачем он создал людей? Ну, наверное, чтобы смотреть на них и радоваться, что они есть. То есть, если он и создавал их, то ни в чем не нуждаясь, наверное, создавал, чтобы они радовались. Смотрите, если он это создал, то тогда как необходимо реагировать, как необходимо коммуницировать с Богом? Могу рассказать. Первое. Если этот мир каждый день создан Богом для вас, то вы делаете свой выбор, как жить в этом мире. Этот выбор звучит так. Вам может он не нравиться, или может нравиться. Поэтому одна из эзотерических тайн, которая существует вообще, она звучит так. Как можно чаще в своей голове, как можно чаще в своей душе, как можно чаще произносите слово, а мне нравится. Я говорю вам это серьезно. Это тотально, максимально и мегамощно изменяет судьбу человеку. А как люди живут? Мне не нравится это, мне не нравится она, мне не нравится. А теперь я обижаюсь. А когда я обижаюсь, мне вообще ничего не нравится. Вам это не нравится? Да. Ну очень хорошо. Тогда вам не нужно создавать никакие события, чтобы они нравились. Зачем? Если вам хоть так не нравится, хоть так не нравится. Вот люди и живут, люди живут, когда ничего не нравится. Человек говорит, ой, я буду, а вот получу квартиру, и мне будет нравиться моя жизнь. Не будет. Не будет таких людей, большинство, которым не нравится, которые злые, которые живут ради, там не знаю даже, зачем живут, чтобы бухнуть. Как можно чаще в жизни необходимо произносить слова, а мне нравится. Утром просыпаетесь, смотрите и говорите, а мне нравится. Там человек пришел злиться, говорите, а мне нравится, он все равно мой любимый, ничего страшного. Мне нравится, он хороший, он на меня работает, или он для нас живет и так далее. Очень часто человек забывает о том, что есть эмоции, а есть чувства. Вот всегда нужно просто помнить о том, что эмоции это всплеск, а чувства это постоянное. Именно поэтому я часто говорю, разделяйте чувства и отделяйте их от эмоций. Эмоции это когда человек вспылил, но он потом извинился, или он потом ничего не может с этим сделать. А чувства это когда его нет, а вы тоскуете, или ее нет, а вы переживаете. Вот. Очень часто люди думают, что эмоции создают чувства. Нет, чувства есть, и их создает Бог для людей. На этих чувствах нужно сосредотачиваться, и для себя просто прописать прописную истину. Как мать своя, которая постоянно чувствует любовь к своему ребенку, независимо от его эмоций, своих эмоций. Вот такое же чувство, оно должно быть в семье. Созидающее чувство доброты и любви семейной является мощнейшим магнитом в жизни людей. Не разменивайте эмоции, которые могут полностью запудрить вам мозги. И очень часто через эмоции бесы действуют на человека. А ставьте чувства. Всегда, вот были эмоции, на маму обиделась и так далее, а чувства-то забыты. А самое важное чувство, это чувство того, что все-таки любовь, ее к вам должна прийти. Для того, чтобы включить вот эту надобность, о которой я говорю, говорите часто комплименты. Кому? Говорите себе комплименты, другим людям комплименты, на улице комплименты. Удивляйтесь, восхищайтесь, радуйтесь. Не загружайте себя глупостями, не эмоционируйте просто так, ради похамить. Не бойтесь никого, просто чуть-чуть больше радости. Если вы не украсите этот мир, то тогда мир вам не даст никаких украшений. Люди загоняют себя тем, что они, а этот козел, этот козел, пошли там уроды, дебилы, а тут болит, тут болит, у тебя болит, ты дура. И вот так вот эта жизнь происходит. А по-другому это выглядит так, надо же, хорошо как выглядеть, и там, ой, какая красивая на тебе, там то-то, то-то. Ой, ты сегодня хорошо выглядишь. Да просто улыбайтесь. С кем бы я ни встречался, если этот человек знакомый, незнакомый, но мы на одной территории находимся и вынуждены находиться вместе, я всегда улыбнусь этому человеку и делаю это осознанно на протяжении всей жизни. Почему? Особенность коммуницирования с внешним миром заключается в том, что в тот момент, когда человек улыбается, в этот момент улыбка является его магнитом денег, и в его сторону текут деньги. Почему? Улыбка – это проявление доброты. Доброта – это магнит денег. Когда у вас есть доброта, то вы привлекаете в жизнь материальное благополучие. Далее. Просто улыбайтесь, это проявление доброты. Дальше. Для того, чтобы изменить, что там я рассказываю, я сейчас говорю вам о десяти секретных техниках успеха в жизни. О малоизвестной технике и рекомендации, которые помогут вам достичь успеха в различных аспектах вашей жизни. Хорошая тема получается. Дальше. Очень важно для человека, особенно в зрелом возрасте, читать. Дело в том, что когда человек читает, особенно 10 минут текста, который вам не нравится, возьмите любую энциклопедию или там Библию, или я не знаю, что угодно, что невозможно читать, очень сложно читать. Засекайте 10 минут и 10 минут читайте такой текст. Каждое слово. Не нужно не понимать ничего, просто читайте. Что это дало мне? Я читаю так на протяжении 20 лет. Что это мне дало? Первое, это дало очень свежий ум. Это дало возможности упорядочивать информацию, как бы складывать ее по полочке, по полочкам. Это дает возможность всегда находиться в какой-то форме, потому что мы очень часто забываем о том, что мозг, он тоже нуждается в тренировке. Чтение вот такой информации, неинтересной, очень нам помогает, если это делать с утра. Там кто-то спрашивал меня, Андрей Андреевич, а что делать? Я ничего не хочу в жизни делать, у меня ничего в жизни не получается, помогите мне как-то с этим вообще, можно ли как-то это исправить? Для того, чтобы у человека что-то получалось, необходимо, чтобы его что-то мотивировало. Существуют такие невербальные методы мотивации человека, которые связаны с его внутренними функциями. Они заложены в человеке еще с древнейших времен. Смотрите, когда животное рождают, животное рождают себе ребенка, то у многих животных, особенно высокоразвитых, высокоразвитые, это там крупный рогатый скот, вот высокоразвитые, это млекопитающие некоторые, или большинство, есть некоторые виды птиц, и даже рыб, которые, родив ребенка, автоматически, без чьей-либо просьбы, начинают ухаживать за этим ребенком, и бывают такие животные, которые ухаживают чуть ли не до конца дней, ну допустим слоны, или львы, и вот у львов не особо, а вот у слонов, да, не зебры эти, жирафы, и у многих животных таких, ребенок создает мотивацию защищать, кормиться и так далее, когда человек живет, то у него из-за того, что жизнь так устроена, что некоторые думают, не надо рожать детей, нафиг они нужны, да, зачем вообще я буду чем-то заниматься, мне и так хватает, от родителей приходит и так далее, но у нас есть этот инстинкт, и ничего с этим инстинктом сделать нельзя, вот этот инстинкт, это инстинкт продления рода, одним из инстинктов продления рода заключается инстинкт, который включается в голове у человека, когда у него нет энергии, нет сил, он не знает чем в жизни заниматься, ничего не хочет, он должен начать рассматривать, слава богу, сейчас есть где рассматривать, видео и фото малышей детей маленьких это включает у него инстинкт выживание в жизни и дается энергия я говорю серьезно если вам ничего не хочется в жизни делать ничего не хочется предпринимать жизни каждый день смотрите одну две три минуты видео с маленькими детьми рассматривайте пупсика в этих красивых с чечками и так далее это включает делайте это 10-30 дней увидите как добавится и энергия жизни и желание что-то предпринимать и куча всего главное когда вы смотрите не страдайте смотрите с наслаждением и радостью как преодолеть стресс и найти внутренне давайте чуть-чуть на вопросы потом продолжим на ляб армина подскажите когда я отвечу сейчас так ирина водопьянова спонсор противом спасибо вы стали спонсором здрасте андрей андреевич два года назад перенесла ковид до сих пор плохо различаю запахи чем себе помочь у меня есть препарат называется эмбрионазин капли в нос или лангин вот можно этими каплями вообще как приготовить такие капли в домашних условиях и так слушайте первые капли называются лизоцимовые как их приготовить берете яйцо куриное хорошее желательно такой свеженькая у здоровых курочек желательно желтая но лучше берете шприцом или там чем-нибудь вытягиваете белок на стакан теплой воды 20 миллиграммов белка растворяете то получится такой цвет воды как будто она белого цвета потом берете пипетку и вот этой пипеткой эту теплую воду в нос закапываете в левую ноздрю и в правую что и как это работает в белке который в яйце находится находятся два вещества 1 альбумин второе вещество называется лизоцим вот это вещество лизоцим это мощнейший антибиотик который участвует в устранении грибковых поражений устранения многих видов бактерий и восполнение и альбумин и коллаген который в яйце в таком виде может полечить вам слизистую оболочку а еще в этом белке находится ну не знаю там 20-30 аминокислот от от цистеина и заканчивая аргинином то есть это все строительный материал и белок строительный материал которые белки до строительный материал из который способен восстановить вот таким образом нос ну и второй вариант который можно тоже изготовить который связан с трансфер фактором трансферы это стволовые клетки которые находятся в желтке яйца также желток яйца имеет количество ну в большом количестве витамин а е и к и омега-3 который фактически тоже является жирорастворимым веществом ну и трансфер и как приготовить здесь необходимо сварить уже яйцо варить его необходимо на протяжении 20-40 минут после чего желток очистить перетереть его через мелкую терочку и нагревать его на сковороде пока она не станет очень горячим ну приблизительно 10 минут потом выключить эту сковороду и добавить туда на 5 яиц пол стакана лучше всего оливкового масла можно и подсолнечного но не рафинированного и после чего это все отсыдить через колгот или через какой-нибудь там сеточка чистенькая так чтобы жир такой вылился он будет желтого цвета иметь очень приятный запах ей яйца называется это все яичная мази вот такой мазью можно закапывать нос уберет у вас отит вернет вам запах в носу очень хорошее средство для беременных потому что она очень помогает что не уберет не уберет грибок вот первое уберет грибковую инфекцию там где яичко белок а второе уберет отит воспаления почему там находится стволовые клетки а также находятся клетки которые являются трансферами а это еще что такое это те кто довозит до слизистой порванной оболочки стволовые клетки которые там внедряются и находятся трансфером можно считать куэнзимы тоже всевозможные один из них куэнзим q10 который участвует в ускорении и пропускной способности оболочек отдавать и очищать себя от всяких допустим оксидов или анти или оксидантов то есть усиливает обмен веществ в клеточном промежутке то есть обмен веществ между клетками устроен по принципу мембрана внутри клетки находится калий во внешнем пространстве натрий а движение или дыхание клетки происходит за счет процесса который называется процессом калиево натриево насоса а сам процесс расщепления глюкозы митохондриями и отдача и расщепление и восполнение себя аминокислотами и отдача переработанных уже элементов связан дыхание самой клетки связано с понятием который называется цикл крепуса а цикл крепса это так получается митохондрии съели глюкозу после этого вместо глюкозы выделили молочную кислоту а молочная кислота она должна перевариться и она расщепляется на всевозможные вещества но конкретно в некоторых клетках большинство у всех клеток она расщепляется на пироват киназу и арома масляную кислоту первого от виноградную кислоту и так далее что в дальнейшем может стать там перенестись в кровь и стать китонами или фактически аммиачными соединениями либо идти по мука висцеральному принципу то есть человек выдыхает это все как бы осуществляет распад азот соединения азотистых соединений аминов карбон карбоновых соединений которые за счет дыхания выпускают как углекислый газ либо висцеральным способом лад поэтому закапывайте нос поумничал эзотерикой занимаемся рассуждаем вообще непонятно чем здрасте андреевич может существует эзотерический способ избавления от пигментных пятен на лице пользуюсь мазью родопе но хочется ускорить процесс родопе устранит пигментные пятна белого цвета а если пигментные пятна темного цвета то не устранит от чего появляются пигментные пятна темного цвета они всегда являются следствием высокой кислотности снижая кислотность избавляемся от таких процессов каким образом либо недостаточность кислотности либо переизбыток кислотности каким образом это все устраняется нужно попринимать соду с солью каким образом хочу вам сказать это один из самых лучших рецептов можете мне верить или не верить болеете аллергии много пятен на лице периодически пейте соду солью каким образом на двухлитровую бутылку теплой воды добавляйте одну чайную ложку соли и одну столовую ложку соды и на протяжении дня там пьете не знаю там 10 20 30 50 глотков хоть пол бутылки если нравится это никак не влияет плохо на человека обычно за счет этого либо снижается кислотность либо наоборот повышается но в комплексе это может помочь очистить вашу кожу и сделать ее более светлой также такое средство поможет от аллергии каким образом от аллергии дело в том что когда вы заболеете допустим чем-нибудь заболеете аллергией то у вас лечением там отек от на фоне отека квинки или там на фоне какого-либо аллергического заболевания вам скорее всего назначат инъекции внутривенно гидрохлорида кальция а что такое гидрохлорид кальция объясняю это соль которая растворена предварительно в воде в который добавлен карбонат кальция или цитрат кальций но обычно карбонат кальций и получается гидрохлорид кальция тогда человек который болеет аллергией чему им с чего ему не хватает ему не хватает поваренной соли и кальция чем отличается цитрат кальция от карбоната кальция цитрат кальция отличается от карбоната в том что цитрат кальция больше действует на нейтрофилы снижая их показатели и больше действует на кровь но не вас не может восполнить костную систему для этого необходимы другие вида кальция в которых есть фосфор то есть это соединение кальциево-фосфорные соединения и так далее ну ладно сейчас не об этом тема вообще народные способы берете утром собираете утром собираете росу и вот этой росой умываете считается что роса с деревьев или роса которые собирают утром она действительно способна вылечивать заболевания связанные с пигментными пятнами на лице или еще на чем-то давно работает а забыл сказать сегодня у нас акция эта акция она вот здесь опубликована называется она минус семьдесят и минус пятьдесят процентов большие скидки на продукты школы indian summer большие скидки на продукцию школы минус 30 процентов минус 70 и минус 50 процентов поэтому поторопитесь если у вас нет какого-либо из моих семинаров или вебинаров обязательно перейдите и приобретите как преодолеть стресс и найти внутреннее спокойствие первое научу вас смотрите создание ключа существует метод который называется создание ключа когда вы покушаете скажите себе най как я вкусно поела как же мне вкусно возьмите и сделайте себе ключ который может выглядеть так потрите указательный палец или потрите на обеих руках вот так вот пальцы и скажет най как я вкусно покушал как я вкусно покушал най как я вкусно покушала делайте так ежедневно или там нажмите себе на какую-нибудь точку выберите точку Выберите точку на любом пальце и просто несколько раз нажмите. Не менее 10. Как вкусно поела. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Как вкусно поела. Раз, два, три, четыре. Или просто вот так. Так, вкусно. Не обязательно произносить что-то. Потом у вас будет эмоция. И вы взорветесь. Вам нужно будет быстро успокоиться. А у вас будет ключ. Ключ вашего спокойствия, который будет включаться. За счет того, что вы нажмете пальцами. А там рефлекс. То есть вы всегда нажимаете пальцами после того, когда вам хорошо. Вот, видите. Это называется ключом Агеева. Который в свое время Алиева. Не Агеева, Алиева. Агеев это книгу написал. Роман с кокаином. А Алиев это тот, кто изобрел некое вот такое соединение элементов комфорта. Который можно за счет такого ключа запускать в момент особо проявленного стресса. Подумайте, как это работает. И сами разработайте для себя ваш персональный ключ. Дальше. Когда человек сидит и занимается медитацией. Я рекомендую направлять глаза в центр лба. Вот так вот. Сидите и мысленно думайте. С открытыми глазами и мысленно направляйте, концентрируйтесь на лоб. Почему концентрируется на лоб? Дело в том, что у нас прямо в центре лба. На расстоянии 15 сантиметров. Внутрь и чуть-чуть ниже. То есть это как раз на уровне лба. Чуть-чуть ниже. На уровне гайморовых пазух. Вот так. Пока мы их ощущаем. То есть вершина гайморовых пазух. Это как раз то, что мы ощущаем как центр лба. И если... Когда мы начинаем концентрироваться на это место, мы должны знать, что конкретно мы концентрируемся на отдел мозга, который называется у нас nucleus accumbens. Или по-другому темное ядро прозрачной перегородки. Особенность данного отдела мозга заключается в формировании наших эмоций. Как правило позитивных. Это выделение или формирование и выделение окситоцина, дофамина и серотонина. Именно этот отдел мозга мы и стимулируем в тот момент, когда смотрим с открытыми глазами в область лба. Не обязательно сводя глаза. Это скорее всего даже мысленно можно смотреть. Запомните это ощущение, которое вы ощущаете в тот момент, когда смотрите в центр лба. В тот момент, когда вы будете находиться в состоянии стресса, мысленно ощущайте, будто ваше внимание направлено в центр вашего лба. Так как вы это делали по утрам. И вы увидите, как быстро негативные эмоции будут исчезать. Это второй метод. Третий. Обычно человек, человеческие глаза, как сказал в свое время Бендлер, разработчик системы нейролингвистического программирования, он сказал, что очень часто человек внешне проявляет определенные элементы, которые связаны с его мозгом. Допустим, если смотрит в левую сторону вниз, то его мозг там связан с этим. Если вверх, то более мечтает. Если там еще куда-то, там есть еще куда-то. И у него разработана некая система анализа человеческого функционального психического состояния на фоне того, куда человек направляет свои глаза. Данная методика не имеет подтверждения. И во многом, в общем-то, за годы своего существования многократно указала свои недостатки. Но сейчас не об этом. Но одно преимущество во всем этом есть. Существуют неопривержимые доказательства того, что когда человек смотрит вниз и смотрит вверх, он включает определенные функции. Когда человек поднимает глаза вверх, то его сознание находит надежду. То есть, когда человек смотрит вниз, то у него появляется ощущение тупика. То есть, если у вас появляется в голове ощущение такое, вот что мне делать, что мне делать, что мне делать, а я не знаю, чем мне заняться, я не знаю, что делать, я не знаю, чем заняться, смотрите вниз. А в случае, если у вас в голове, ой, что-то со мной случится, что-то произойдет, то вам надо это как-то убрать из себя. Тогда вам, вот у вас проблема, все, со мной что-то случится, у меня какие-то неприятности, там что-то произойдет, вот как это решить. Если в этот момент на вас посмотреть, то ваши глаза будут смотреть вот так под углом вперед, но в итоге зрение будет упираться, не важно где, но оно будет упираться куда-то вниз, то есть вот так глаза ваши смотрят, а когда условно вот так глаза ваши направлены в обычной жизни, в случае если вы за что-то переживаете, ваши глаза начинают смотреть вниз. Это тоска, переживания за будущее и еще что-то. Если мечтаете, то вверх. Что необходимо делать? В случае, если вы в жизни живете и у вас вдруг что-то начинает вас напрягать, обиделись, злитесь, вы в этот момент начинаете смотреть вниз. Что нужно сделать? Мысленно представьте ту ситуацию, в которой вы оказались, которую вы мысленно видите в виде шара. Можете никак не представлять, на самом деле это не принципиально. Попробуйте мысленно представить, будто вы поднимаете этот шар вверх вместе со своими глазами. А еще самый простой, это очень сложно, самый простой. Вот вы обижаетесь, вы злитесь, не знаете как простить, поднимите глаза вверх и смотрите вверх. Все, можете считать от 30 до 90, за 90 секунд ваше плохое настроение и ваши обиды вас покинут. Почему? Глаза поднятые вверх создают у человека возможность и силу иметь надежду. Вот так. Надеюсь, это было интересно сегодня. Ну что, у нас хороший получился вебинар. Я сегодня иду в баню, поэтому я сейчас раньше буду заканчивать. Мария, здравствуйте. Что делать? Многолетний кашель, захлебываясь. В течение шести лет пройдены все врачи. Очень хорошее есть средство. И в эту свеклу, там где отжатый сок, добавляете красное вино, можно сухое. И чайную ложку меда. И на открытом месте ставите, чтобы оно чуть-чуть прокисло. Можно мед или можно сахар, чтобы чуть-чуть прокисло. И потом пьете по столовой ложке 2-3 раза в день. Если пить не прокисшим, то это лечит при онкологии, повышает гемоглобин, хорошее средство, кстати. А в случае, если оно скиснет и чуть-чуть начинает бродить, то это лучшее средство убрать кашель без определенной этиологии. Также есть тибетские методы. Это методы, берется железная пластина или, вот знаете, есть, чем они покрывают? Ладно, я не помню, поэтому не буду сейчас даже говорить. Железом надо натирать грудь. Ну, я не помню. Нет, не знаю. Не помню сейчас. Андрей Андреевич, вы лучший. Спасибо. Лучший из кого? Оксана Кошниева. В связи с переездом с другой стороны сейчас проживаю на съемной квартире. Хочу спросить, когда у меня будет свое жилье. Ага-ха-ха. Когда заработаете на свое жилье, но у вас что-то с заработком совсем печальненько. Сейчас в октябре учиться или нет? Учиться, да. Доброго вечера, учитель. Коли я сможу выйти замуж. Зачем мне эти вопросы задавать? Я что, гадалочка вам или что? Коли Бог дасть, то иди и выйди ты замуж. Когда здесь будет много доброты, тогда за вами ходить будут. Ну, и на этом будем заканчивать. Я желаю всем радости, счастья, любви. Пусть все, кто одинок, выйдет замуж. Пусть все, кто замужем и надоело, все равно живут друг с другом. Браки заключаются на небесах. Необходимо к браку относиться как к школе жизни. Необходимо делать выводы, но не разрывать эти отношения. Или разрывать такое дело. Дело персональное. Хочу сказать, что у нас сейчас в скором времени будет проводиться марафон. Это марафон 11, который посвящен здоровью. Я вам прямо обещаю, что те люди, которые придут на марафон 11, сфотографируют себя до марафона и после будет омоложение минус 10 лет. Также я объясню и дам огромное количество информации. Как питаться? Чем питаться, чтобы там избавляться? Какие существуют? Чем чиститься? Как поднимать? Как уменьшать? Какие бывают мантры? Какие бывают коды? Как использовать ниточки? Будут сеансы целительства, гипноза и куча всего. Одним словом, вы дадите мне возможность поработать с вами и вашим персональным здоровьем. Поэтому приходите на мой марафон 11. Будете невероятно удивлены. И до свидания. С легким паром обещаю. Наверное, пойду я в баню сегодня. Желаю вам счастья. Желаю вам любви. И несколько слов о том, что же сегодня у нас было в этом семинарии. Я дал вам топ 10 секретных техник успеха в жизни. Я рассказал вам, как привлекать успех в жизнь, представляя мир костром и греться в лучах. Рассказал, как увеличивать свою надобность, зачем это нужно. Почему нужно относиться хорошо к своим близким. Как на протяжении дня чаще произносить слова «мне нравится». Когда вы засыпаете, произносить «посвящаю всем плохое тем, кто желал мне плохое». И «посвящаю все хорошему Богу». Не говорил об этом, да? Также рассказал, что нужно стараться на протяжении дня сказать не менее 100 комплиментов разным людям. Или просто улыбаться. Как развивать в себе доброту и для чего это необходимо. Также рассказал о том, чтобы улучшить память, нужно читать на протяжении дня, желательно утром 10 минут. Также объяснил, что такое создание ключа спокойствия или своего ключа спокойствия. Как медитировать на сторону или центр лба на наш отдел Nucleus Accumbens. И как поднимать картинку вверх. Техника, ну назовем ее так, техника неопубликованной нейролингвистической практики Бендлера. И рассказал, как открыть родовые пути для того, чтобы открыть потоки материального благополучия в свою жизнь. На этом будем заканчивать. Хорошая получилась тема. До свидания. Но это не все. Когда видео закончится, вы можете поставить свой комментарий. Я ни на кого не обижусь. Пишите все, что угодно. Это поднимет видео. Также данное видео, там есть кнопочка такая. Каждый из вас здесь находящихся обязательно имеет свой канал. Возьмите и добавьте его себе на канал. Там есть такая кнопка сохранить. Вот сохраните себе на свой канал. Пусть оно висит, данное видео. От того, что оно будет у вас на канале висеть, его посмотрит большое количество людей. А вы же хотите, чтобы другие люди в вашу сторону направили любовь? Вот почему я одним людям отвечаю во время вебинара, а другим людям не отвечаю? Это связано с тем, что одни люди оставили когда-нибудь свои комментарии, а другие забили. Вот и все. И я это чувствую. Поэтому будьте здоровы, до свидания и до следующей пятницы.